Это не выйдет утаить, премьер-министр. Ситуация очень сложная. Но как так вышло, Томас? 99% надёжность. К сожалению, мы попали не в них. Я не понимаю, как контрацепция может быть необратимой. Это генетическая модификация семян. Новая неизучная ветвь науки. Никто не мог знать, как пойдёт эволюция посевов. Какая статистика? По нашим подсчётам, от 70 до 90% по всем территориям в течение трёх лет. От 70 до 90%? И по нашим подсчётам, у тех, кто всё же сможет зачать, плод будет нежизнеспособным. По плану от контрацепции можно было отказаться. Мы лишь хотели снизить число нежеланных детей. Ну, хотели как лучше. Но тест должен был пройти только на первой территории. Почему распространилось на остальные? По пищевой цепи, премьер-министр. Оно в земле, в семенах, в домашнем скоте. И мы опасаемся, что оно станет подавляющим штаммом. Необратимым? Ну, мы можем выжить в землю, убить животных. Можем вымолить у соседей, находящихся недалеко от территории, чистые семена и животных. Они нас замурят. Думаю, это довольно очевидно. Меня вздёрнут, Томас. Вы не виноваты, Джулия. Да. Ты прав. Это так. Твоей команде можно верить? Они знают, как исполняется закон о гостайне, если вы об этом... Сколько из них знают? Слишком много. Меньше ста человек. Всё было максимально тайно. По задачам служебной необходимости. Мне нужны имена. Это не должно всплыть. Никогда. Иначе конец порядку. Нашей администрации. Всему нашему делу. Согласен. Свалим всё на бомбы. Радиацию. Какой-то побочный эффект необходимого зла. Научно это возможно, если учитывать потоки воздуха. И надо подготовить население. Сменить отношение к созданию семьи. Подчеркнуть преимущества бездетной жизни. Люди легко впитывают правильно поданные идеи. И надо ускорить программу центров ухода. Это возможно. Список имён мне нужен сегодня, Томас. А иначе нельзя? А сам как думаешь? Возможно, со временем? У нас нет такой роскоши, как время. Мне начать уничтожение записей? Нет, этим займутся службы безопасности. Они смогут закрыть все недоработки. Как скажете. И ты тоже отправишься в отставку, Томас? Само собой. И очень советую тебе, Джину и детям, найти тихий уголок и начать новую жизнь. Заняться чем-нибудь незаметным. Спасибо, Джулия. Не благодари меня, Томас. Мы же друзья. У тебя 72 часа. Затем мне придётся выдать ваши имена. Я понимаю. Это всё. Спасибо, премьер-министр. Эдриэна мне из СБ. Вот же ж ты, подлая сука. Этого, блядь, недостаточно. Питти, тебе надо понять, что... Тебе надо понять 14 миллионов жизней. Это же немыслимо. Вот поэтому я и не сказала ничего. Да потому что ты знала, что я, блядь, остановлю тебя. Да ты же безответственный, Питер. Что, неясно, пьяный или трезвый, тебе нет веры. Я в одной с тобой должности, Джулия. И я типа был твоим другом. Тогда ты знаешь, что я думала и о тебе тоже. Ты-то счастливая сволочь. Ты сможешь спать по ночам. А я уже неделями не сплю. И что бы ты сделал, если бы я рассказала про наш план? Остановил бы тебя. Пошел бы в ебучие новости и сдал тебя им. Но я б тебя остановил. Можешь, сука, не сомневаться. И вся страна сдохла бы нахуй от голода, пока ты упивался своим моралью. И все плоды наших трудов коту под хвост. Плоды? Какие нахуй, блядь, плоды? Да там двадцать дней уже не могут потушить ебучее пламя. Обсудим это завтра. Чего? Завтра ты увидишь мое лицо на всех новостных каналах планеты. Когда я буду вещать, какое же пиздевшее ты чудище? Нет, не будешь. Завтра ты вернешься сюда делать свою ебучую работу. Так же, как я. Но это мы еще поглядим. Господь же ты мой ебучий бог. Я уже не понимаю, что ты такое. Эдриана из СБ. Алло, Эдриан. Извиняюсь за поздний звонок, но то, что мы обсуждали, боюсь, это придется осуществить. Да, я уверена. Ты был прав. Он помеха. Спасибо. О, и Эдриан. Без излишеств. Не хочу, чтобы он страдал. Дай мне знать по выполнению. Никаких записей, ничего. Никто не должен знать. Спасибо. И тебе доброй ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Я побывал в Стазливеграде недавно. В том, что осталось. Из развалин до сих пор поднимается дым. Оказалось, слишком опасно отправлять туда пожарных. Мы все потеряли что-то важное. Пять лет, генерал, а он все еще горит. Повторение подобного недопустимо. Тогда решено. Как только ситуация стабилизируется, мы начнем санитарную обработку. Виконт? По моим расчетам, на каждой территории надо ликвидировать по 45 тысяч. А чтобы наверняка, то еще по несколько сотен тысяч. Конечно, количество будет немного разницы по регионам, но в среднем цифры таковы. Надо будет действовать в промышленных масштабах. Нужны помещения. С этим разберутся мои люди. У них большой опыт постройки секретных объектов в непростых условиях. Но убирать надо всех, генерал. Интеллигенцию, радикалов, свободных мыслителей. Всех, кто не поймет, не примет естественный порядок бытия. Разумеется, Якоб. Нельзя допустить, чтобы эти идеи нашли отклик в головах людей. Появится сопротивление. Нам надо принять в учет родственников и друзей. Они в любом случае подверглись обработке опасными идеологиями. Но это же миллионы людей. Да, но мы справимся. Как только запустим процесс, мы сможем его оптимизировать. Вы уверены, что справитесь, генерал? Несомненно, Виконт. Можно даже больше. И не забывайте о центрах ухода. Их легко можно переделать под наши нужды. Что ж, тогда все великолепно. Все просто великолепно. Однако есть еще один вопрос. Наша темная лошадка. А. Мистер Джеймс. Он нам полезен. Пока что. Народ хорошо на него реагирует. Нам это на руку. Но мы его уберем и таких, как он. Разумеется. Тут, думаю, единогласно. Сегодня пусть танцует для аплодирующей толпы. А завтра мы перебежем его ниточки. Само собой. У будущего не может быть лица мистера Джеймса. Да. Помню, когда у нас в отряде появлялись непослушные кадеты, тогда мы отправляли их на смертельные задания. Родственникам было чем гордиться. Любимый человек погиб достойно. И они не задавали неудобные вопросы. Идеальное решение. Мистер Джеймс полон огня. Ха. Пусть в нем и сгорит. Хм. Теперь обсудим нашу программу обучения. О, да. Безусловно. И вы совершенно точно уверены в исследованиях? Правда, бывает неприглядной. Прогресс втихомолку стерилизует популяцию. А почему вам не рассказать это по обычным каналам? Мистер Джеймс крайне эффективный провокатор. Обыватели реагируют на его простецкие манеры. Но вам, мистер Дональдсон, они по-настоящему доверяют. Мы исковали жизнями наших оперативников для вашего спасения не из альтруизма. А что будет после, когда вся информация выйдет наружу? Мы ожидаем сильные беспорядки. Бунты, возможно. За которым последует возврат демократических выборов. Под нашим контролем, конечно. Природа не терпит вакуум. Вы, мистер Дональдсон, создадите вакуум, а мы его заполним. Это все потребует много ресурсов. А ведь прогресс конфисковал ваши состояния. Миллиарды, что мы не скрывали, да. Но есть иные доходы. Всегда будут наркоманы. Как и люди, чьи плотские желания весьма сильны. Очень прибыльный бизнес. Да и за пределами территорий остались люди с властью. Кто не хочет разделить судьбы моего великого Иркистана? Для них цена не вопрос. Ну, таких, как мы, всегда хватает ресурсов. Об этом можете не тревожиться. У нас достаточно средств для борьбы и победы. И когда все кончится, для точных гарантий, что это не повторится. Вернемся к обычному порядку вещей. Пшеница поспеет, а плевелы мы просто сожжем. Мы не будем существовать бок о бок с необразованными дикарями. Этим плебеем место в гетто. Да-да. Строгий порядок, конец нечестивым делам. Все вернется на круги своя. В том числе и мистер Джеймс. Поразительно, что человек не замечает, да моклов меч у себя над головой. О, он упертый бык видит только красную тряпку перед глазами. Но не клинок за ней. Так всегда с существами низшего порядка. Они потерялись в этом мире. Они с радостью вернутся в старый. И станут снова нашими. Как и должно быть. Превосходно. Превосходно.